когда я провязала необходимую длину прикладной линии в результате у меня немножко произошли изменения с узором потому что тот узор выглядел на этой пряжи не совсем на этой ниточке не совсем красиво поэтому все то же самое только узор я вязала как в шахматном порядке детали все есть на мастер-классе которую уже на моем канале поэтому по узору там не должно быть у вас никаких вопросов и также я провязывала вот когда делала прибавки по рекламным линиям по появлению вот трех необходимых петель и человек я их сразу же связывала в рисунок поэтому не ждала когда появится там отдельное уже провязанное и не дополнительные петли чтобы вы здесь возле рекламных линий было меньше вот таких проплешин так называемых так и сейчас я должна перейти к следующему этапу следующий этап заключаться в том что вот начало ряда я довязала до начала ряда сделала здесь одну еще прибавку и сейчас вот если вот так смотреть то это у меня спинка и сейчас я буду вязать азиатский росток и поскольку разница у меня между передом и спинкой как вы помните я смещала рекламные линии в 12 петель и чик то есть по две в каждом ряду это 6 рядов но поскольку я делаю прибавки в каждом втором ряду то есть я еще азиатский росток буду соответственно азиатский росток я буду провязывать 12 рядов и конечно же буду делать прибавки кстати да вот такой нюанс я сейчас вот эти рекламные линии верну обратно на спицу потому что петли регланных линий я оставлю на самом теле изделия они уйдут у меня вот так потому что рукава я не хочу чтобы были слишком пышная воздушная и они также еще будут расширяться рукава за счет подрезов и за счет азиатского ростка да там тоже это будет как идти как увеличение так и сейчас я просто провязываю стандартным а можно было и не переносить ничего страшного так я сейчас провязываю первый ряд азиатского ростка то есть вижу все по рисунку делая прибавки в нужных местах то есть они у меня будут теперь только после а мне здесь не нужно прибавку они у меня будут теперь прибавки только после регланных линий просто провязываю ряд до конца по рисунку вот довязывая ряд по спинке до конца у меня здесь остается две петли которые я провязываю они мне не помещаются сейчас в рисунок и дальше я делаю уже скорее всего нет не буду делать на лицевой стороне буду делать на изнаночной так провязываю регланной линии также я сейчас еще перенесу чтобы освободить спицы вот петли рукава на дополнительную ниточку разворачиваю потом изделие и провязываю рисунок с изнаночной стороны все по рисунку и так 12 рядов провяжем вместе первую кромочную я снимаю дальше у меня этот две уже петли регланной линии и точно так я буду делать прибавки то есть я буду делать с этой стороны до вернее после регланной линии а с левой стороны я делаю дом вот таким же образом как мы делали на лицевой стороне и дальше петли рекламы я уже провязала азиатский росток вот какая разница между вот эта спинка и на такую же покажу сразу и перед так еще раз пройдусь потому что у меня как раз на момент записи закончилось место на карта памяти поэтому расскажу еще раз чтобы было уже однозначно все четко и понятно значит я провязала регланную линию 19 сантиметров дальше я отделила вот вот у меня они так получаются рукава петли рукава 1 и 2 и провязала спинку перед я не перебрасывала на спицы потому что он мне не мешает и зачем в принципе потому что сейчас буду продолжать вязать все вместе чтобы не тратить зря время так вот таким образом получается разница между передом и спинкой вот наша вот росток какую дает разницу в горловине и также выровнялись вот нет перекоса на регланных линиях но регланной линии это дело сугубо вашего можете не заморачиваться и не тратить время на вот эти все перерасчеты дополнительная потому что я вы здесь в азиатском ростке я делала прибавки в каждом втором ряду точно также вот до и после регланной линии она у меня ушла на само тело изделие для того чтобы выровнять количество петель по спинке и попереду сейчас у меня это одинаковое количество вот мое сейчас начало ряда до меня балкон открыт все слышно со двора поэтому извините за шумы но очень жарко поэтому не смогу рассказывать закрытым балконом так вот начало ряда так вот уже провязан азиатский росток и я еще одну один раз провязала соответственно по спинке чтобы уже можно было присоединять вперед и спинку дальше для того чтобы присоединить все соединить в круг я буду также добавлять подрезы подрезы это та часть под рукавами которая делает наши изделия максимально удобным чтобы нигде ничего не тянуло и вот когда у меня будут подрезы готовы я хочу вам показать наглядно насколько расширяется рукав то есть от прощайте на это обязательно внимание я в каждом мастер-классе где использую эту технику говорю что рукав будет намного шире после того как вы провяжите азиатский росток потому что отсюда будут идти петелечки и вы здесь у нас буду сейчас провязываться подрезы то есть вот такой ширины уже будет рукав потому что именно вот этой ширины мне бы не хватило так дальше переходим к телу как я буду делать подрезы подрезы я буду делать следующим образом при помощи воздушных петелечек мне нужно определиться с количеством я думаю что это будет 12 потому что если вот посмотрите 369 12 то есть вот такой ширины у меня будет подрезы я думаю что меня это более чем устраивает потому что можно было бы конечно же и 9 тем может быть наверное я и 9 сделаю 9 под мне именно мне достаточно так значит и начинаем набирать подрезы вот таким образом я складываю вот основная нить уходит под низ складываю ниточку и протягиваю петлю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и так количество петель на подрезе должно быть кратно 9 трем потому что у нас сама рисунок состоит из трех петель и чек рапорт и также еще принимать во внимание количество петель которые у у вас на рекламных линиях я сейчас эти петли буду вводить в следующем ряду в рисунок но они точно также должны должны помещаться в рапорт у меня их три так что это как раз то количество которое мне надо и дальше начинаю вязать обычным образом провязываю подрезы пока по рисунку дальше я уже не буду делать никаких прибавок а вот провязываю все петли которые у меня есть по рисунку я провязала петлю передам по рисунку и дошла до спинки и теперь снова мне нужно набрать 9 петель ищик подрезов чтобы присоединить и другую часть своего изделия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и присоединяя спинку с другой стороны и вяжу этот ряд до конца по кругу то есть сейчас я провязываю уже только спинку и снова все по рисунку то есть нет ничего нового здесь у меня рисунок будет главное правильно разобраться где начинается рисунок нет же он здесь и начинается провязала я уже по кругу и дошла до 2 круга 2 ряда в подрезах значит я постепенно уже ввожу петли регланных линий в рисунок но у меня здесь и соответственно не хватает петелечек и нужно было бы брать петли подреза но я никогда петли подреза не укрепленные вот они уже пошли в меня не ввожу в рисунок никогда потому что они я их провязывать вот буду за заднюю стеночку дальнюю от меня чтобы они максимально были перекручены потому что они не будут держать рисунок будет растягиваться и испортят весь внешний вид подрезов я их буду вводить эти петли сам рисунок уже но это получается 2 с 3 ряда вот таким образом я провязываю просто обычными лицевыми подрезы и дальше снова смотрю как у меня получается с рисунком еще петелечка вот начинается уже петли подреза мой узор значит так а и здесь кстати с этого ряда я должна провязывать просто без формирования рисунка поэтому я здесь петли подреза петли регланной линии тоже не буду ничего с ними делать буду уже точно также вводить в рисунок чтобы не было сбоя со следующего ряда все таким образом по рисунку я провязываю до необходимой мне желаемой длины самого изделия и затем уже будем переходить к следующему этапу а следующий этап это рукава также еще хотела сказать пока буду вязать что когда провяжу несколько рядов и петли подрезов крепятся я обязательно сделаю примерку это моя самая такая любимая волнительная за весь процесс работы над изделиями примерка обязательно нужно это сделать чтобы уже видеть понимать уже тогда будет видно как лежит на вас ваше изделие ваше творение и если вдруг у меня будет происходить какие-либо изменения в расчетах либо в самих каких-то ну не знаю что у меня там может не понравится я обязательно вам скажу и если же ничего не буду менять точно также скажу что все остается так как есть и я не ошиблась в расчетах потому что вы сами понимаете математика математика а как ляжут петли как ведет себя рисунок пряжа это непредсказуемо и вы видите одно а когда меряешь совсем получается по-другому поэтому максимально должно совпадать то что видите вы это что вам нужно было бы получить в результате все провязываю дальше все за кадром и дальше вернусь уже к вам с результатами